Сервисов для видеоконференций много не бывает. Наверное. Поэтому StarLeaf. StarLeaf это для тех, кто обиделся на Zoom по какой-то причине, и на Jitsi, и на Telegram, ну и так далее. Хотя может быть у StarLeaf все-таки есть что-то свое, что его отличает. Давайте посмотрим, тем более, что это бесплатно. Вот так он выглядит, в принципе вполне неплохо. К сожалению, StarLeaf не работает из-под браузера. Надо скачивать приложение, но успокаивает то, что приложение есть под все основные платформы, кроме, кстати, Linux. Это минус. При регистрации он не запрашивает телефон, но запрашивает email. Для тех, кому нужна конфиденциальность, заводите левую почту. Почта понадобится всякий раз после выхода, на нее будет приходить код авторизации. Создаем профиль. Указываем имя организации. И вот это самая большая странность. StarLeaf позиционируется как приложение для командной работы. Но я не нашел возможности тут добавить человека в команду. При том, что на бесплатном тарифе заявлено ограничение в 20 человек в команде. Может быть я что-то неправильно понял и на бесплатном тарифе просто нет такой возможности. Не знаю. Проверить не могу. Вроде в справке написано, что в админ панели такая возможность есть. В любом случае все работает и так. Сейчас покажу. Итак, у нас тут овервью и отдельно избранное. Чат. И это стоит отметить. Можно рассматривать StarLeaf и как мессенджер с элементами корпоративного мессенджера. Причем тут заявлено шифрование переписки. Далее собственные конференции и звонки. Тоже по сути конференции, просто там намеченные, а тут завершенные. Уведомление присутствует ли вы на рабочем месте и настройки аккаунта. Тут вам дается 30 гигабайт в облаке. С одной стороны много, с другой в Telegram, например, вообще нет ограничений на использование облака. Ну и можем подредактировать профиль. Например, установить пароль на вход в портал. Возможно, именно здесь появляется возможность добавлять пользователей в команду на платном тарифе. Не знаю. Но в любом случае настройки здесь прямо скажем крайне скудные. И тут же можно запланировать конференцию. В принципе, то же самое, что и в Zoom. Если указать адрес электронной почты в инвайтах, человеку придет уведомление на почту с возможностью добавить мероприятие в календарь. При этом приглашать вы можете любого человека, у которого установлен StarLift. Он не обязан быть членом вашей команды. Вот у вас это появилось здесь и вот здесь. А, нет, со временем появится. Это предыдущая тестовая встреча. Ну и в назначенный час вы нажимаете на присоединиться и стартуете конференцию. Тоже, в общем-то, классика. Включить-выключить камеру. Включить-выключить микрофон. Пригласить участников. Тут та же проблема, что была в Zoom в начале. Вы заходите по ID. ID несложный. Комнаты не закрываются паролем. И у организатора нет возможности подключить зал ожидания. Ну то есть методом простого подбора в вашу комнату может зайти посторонний человек. Надеюсь, проблему эту они вскоре решат, как решил ее Zoom. В любом случае отправляйте ссылку, человек заходит, общаетесь. Человека можно выкинуть из комнаты, но по этой же ссылке он может зайти вновь. В принципе, ссылка, по которой вы общались активно и после завершения конференции. И вы можете к ней всегда вернуться. Главное, чтобы там был кто-то еще. Ну и наверное самое интересное здесь это чат. Стандартный достаточно чат, но существующий на равных. Ну то есть существуют сервисы для видеоконференций и чаты, мессенджеры. Они зачастую совмещают эти функции, ну как-то с ощущением, что это в первую очередь то или то. А тут как будто бы корпоративный мессенджер, но и сервис видеоконференций. Стартуем новый чат. Нужно знать почту человека целиком. Тут просто я уже добавлял второго себя. Я его заархивировал. Вот так кстати можно разархивировать. И можно приступать к общению. Общаться можно со всеми, у кого есть StarLeaf. Главное знать почту. Ну и также можно позвонить человеку один на один. Это без ограничений по времени. Да, на бесплатном тарифе тут есть ограничения на видеоконференции более чем с двумя участниками в 45 минут. А вот кроме общения один на один, тут можно создать группу. И это уже элементы корпоративного мессенджера. Группа закрытая. Ну может быть и публичной, но можно сделать закрытой. Можно, например, разрешить только админу в ней писать. И тут вы добавляете участников. Причем, опять же, любого, у кого есть StarLeaf. И это уже вполне себе Slack. Здесь настройки. В том числе, можно кого-нибудь удалить из группы. Здесь же можно запустить видеоконференцию внутри группы. И людям придут уведомления. По меньшей мере на мобильный. Проверено. А также легким движением руки можно добавить группу в избранное. И всегда держать под рукой все самые необходимые группы и чаты. Добавить нечего, конечно, мне, рассмотревшим из десяток сервисов для видеоконференций, кажется, ну куда же еще один. Но для тех, кто видел только Zoom, увидеть альтернативу может быть полезно. Все любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok